Давайте поговорим о лучшем масле для жарки во фритюре. Видимо, это должно быть полезное масло, вроде растительного. Ведь, судя по картинке, оно сделано из растений, якобы из овощей. И здесь написано «Клеверная долина». Наверняка это какая-то прекрасная ферма среди холмов, покрытых клевером, и там делают это масло. Это чистое растительное масло, его считают полезным для сердца. Здесь так написано. Здесь совсем мало насыщенных жиров, кажется, 2 грамма. Здесь нет сахара. Здесь нет трансжиров. И здесь нет глютена. Так что, пожалуй, это лучшее масло для жарки во фритюре. И я надеюсь, вы понимаете, что это не что иное, как сарказм. Сейчас мы обсудим масла из семян. Вот такие. А потом я покажу масла, которые, как я считаю, надо использовать для жарки во фритюре. Масла из семян — это так называемые полиненасыщенные жирные кислоты. Поли значит много. А ненасыщенные здесь относятся к маслам, которые очень хрупкие и нестабильные. Во-первых, вам надо знать, что растительные масла — это масла из семян. И хотя тут картинки овощей, эти масла делают не из овощей. Их делают из кукурузы, сои, рапса и так далее. Эти масла относятся к категории ультраобработанных продуктов. То есть их производят промышленным методом. Нагревают, добавляют растворитель гексан, который входит в состав бензина. И в ходе этого невероятного процесса рафинирования получают полностью очищенное масло-пустышку. Это делают в частности для того, чтобы увеличить срок хранения. Люди получают от 25 до 30% калорий из таких масел. Да. Ужас. Эти масла есть почти во всех продуктах. Когда вы жарите продукты в этих маслах, вы, по сути, жарите другие ультраобработанные ингредиенты в этом ультраобработанном ингредиенте. Возьмём, например, пончик. Это на 100% ультраобработанный продукт. Его жарят в масле из семян. То есть крахмал или сахар нагревают вместе с жиром. В результате в организме возникают очень клейкие белки. Это называется гликирование. Эти клейкие белки налипают повсюду и нарушают работу организма. Допустим, кто-то жарит во фритюре курицу. При этом сначала эту курицу надо панировать в ультраобработанном ингредиенте, например, в крахмале. И вот мы подвергаем нагреванию жир вместе с белком. В результате возникает клейкое вещество, которое всё закупоривает. Так вот, в заведениях быстрого питания это масло используют не один раз. Его используют примерно 100 раз. Его нагревают снова, снова и снова, день за днём. Жарят в нём для вас. И чем больше раз нагревают это масло, тем токсичнее еда, которую в нём жарят. И ещё пара моментов по поводу масел из семян. Масла из семян создавались вообще не для того, чтобы употреблять их в пищу. В 1865 году, когда был разработан процесс получения масел из семян, они не предназначались для употребления людьми. Эти полиненасыщенные жирные кислоты предназначены для укрепления мембран наших клеток. Так вот, мембраны покрывают наши клетки. Но в клетке есть всякие элементы, которые обеспечивают работу клетки. И у всех этих элементов есть мембраны. Эти мембраны обеспечивают передачу сообщений. Ещё в клетках есть митохондрии. Метахондрии очень важны, ведь почти все болезни связаны с нарушением функции митохондрий. А масла из семян могут попадать в мембраны и замещать их собой. Так вот, если мембраны замещаются вот этим веществом, это плохо. Я сейчас изучаю эту книгу. «Основные принципы мембранной технологии». Потрясающая книга. Здесь объясняется биохимия мембран. И это нечто удивительное. И вот ещё одна книга. «Революция в диете предков». Как растительные масла и продукты, подвергшиеся технологической обработке, разрушают наше здоровье и как его восстановить. Вот картинка ребёнка, который курит. Так вот, отислительный стресс, вызванный курением, продолжает отравлять человека от шести месяцев до года после того, как он бросил курить. Но масла из семян отравляют нас в течение примерно трёх лет после того, как мы употребили всего одну порцию, приготовленную на таком масле. Да, потрясающая информация. Эти масла не предназначены для того, чтобы служить нам топливом, как другие жиры. И главный вред масел из семян заключается в том, как они влияют на митохондрии. Поэтому масла из семян и вызывают инсулинорезистентность, что приводит к ожирению печени, к ожирению, болезням сердца, повышает риск рака и так далее и тому подобное. Итак, всякий раз, когда вы нагреваете масла из семян, кстати, их нагревают ещё до того, как вы их купите, их токсичность повышается, и они создают много отходов, которые вызывают сильное отисление. Отисление — это своего рода коррозия, и тело не сжигает масла из семян, как топлива. Они как бы застревают в теле, остаются в нём, и они налипают повсюду. Рассмотрим масла, на которых можно жарить во фритюре. На этой диаграмме показано перетисное отисление разных масел. Это один из этапов процесса отисления. Самое высокое значение у соевого масла, оно создаёт много проблем. Далее кукурузное масло, далее подсолнечное, рапсовое масло, оливковое масло, говяжий жир и кокосовое масло. Если хотите жарить во фритюре, у вас есть разные варианты. Есть масло авокадо, есть кокосовое масло, есть пальмовое масло, есть оливковое масло, далее говяжий жир, сливочное масло, масло кхи. В принципе, можно использовать любое из этих масел, Но, откровенно говоря, никакую пищу не следует жарить во фритюре при высокой температуре. Ведь какое бы масло вы не использовали, высокая температура создает проблемы. Если масло авокадо сильно рафинировано, оно вызывает больше повреждений. Если взять более полезное масло авокадо, то есть зеленое масло холодного отжима, его, пожалуй, следует добавлять в салат, но не нагревать. Но в масле авокадо больше мононенасыщенных жиров, а они отисляются меньше. В оливковом масле тоже больше мононенасыщенных жиров. В нем также много защитных факторов, как и в кокосовом и в пальмовом масле, но они сильно дымят при нагреве. Так что жарьте на умеренном огне или просто обжаривайте. Но гораздо лучше жарить просто на сковороде. Далее можно использовать говяжий жир, ведь он намного полезнее. Можно использовать масло кхи, оно несколько лучше сливочного, если жарить при высокой температуре. Но если жарить на сливочном масле яйца или быстро обжаривать овощи и так далее, масло не нагревается сильно и не дымит. Я думаю, вам понравится вкус того, что поджарено просто на сливочном масле. Я думаю, гораздо лучше жарить на сковороде. А если готовите в аэрогриле, превосходно, ведь в этом случае масло вообще не нужно. И быстрая обжарка тоже хороший способ. Не знаете, что приготовить на кето? Вам поможет книга «Кето-меню на две недели». Рацион для трех- и двухразового питания. Простые, но вкусные рецепты из доступных продуктов. Основы кето и голодания. Переходите по ссылке внизу. Переходите по ссылке внизу.